Накануне около трех пополудней силовики нагрянули в цыганский табор на визе, поголовно проверяя документы у обитателей частных изб на улице Шекспира. Попутно полицейские при силовой поддержке росгвардейцев заглянули в так называемые работные дома. В переулке Скоростном и на улицах Грязного Котовского Танкистов. А на улице Шекспира на глаза полицейским попались 40 местных жителей, большинство из которых были похожи на цыган. И у 30 из них документов ни при себе, ни вообще не оказалось. Без паспортных граждан полицейские деликатно взяли под белые ручки и загрузили в автобус за решетченными окошками. В восьмом полицейском опе обитателей цыганского поселка ожидали фотосессия и дактилоскопия. Всех обитателей работных домов полицейские тоже взяли на карандаш, хотя людей, числящихся в розыске среди работного людо, обнаружено не было. Зато профилактический рейд улица Табор в некоторых СМИ-интернет-пабликах был описан в весьма мрачных тонах. Дескать, силовики зачем-то ворвались в цыганский Табор и устроили облаву на улице Шекспира. И даже пожилых цыганок насильно увезли в полицейский оп. Нагрянули неожиданно, весь поселок поставили на уши. Людей увезли в автозаках, ничего им не объяснив. Пожаловался в СМИ кто-то из обитателей цыганского поселка. Вероятно, из тех, кого полицейские не забрали для проверки. Одним словом, кое-кто пытался гнать волну при полном городском штиле, не уточняя при этом, что цыганский поселок на визе в окрестностях Радуга-парка давно превратился в криминальный анклав. Ибо людям, живущим здесь, закон не писан. Они живут по своим понятиям, которые не вписываются ни в Коап, ни в Ука. Как говорят знатоки уральских этносов, в Екатеринбурге обитают разные цыгане. В том числе русские, русско-рома. А на визе давным-давно, лет 70 назад, поселились котлеры-сербияне. После того, как в 56-м году прошлого века Никита Хрущев запретил цыганам кочевать, заниматься бродяжничеством и вести паразитический образ жизни. Так было прописано в указе Генсека ЦК КПСС. Больше сотни цыганских семей в те годы на визовском пустыре понастроили свои частные дома, которые сейчас признаны самостроем. Цыганский табор так и не смог официально оформить участки в собственность. И сейчас живет, что называется, на птичьих правах. Специалисты говорят, что цыгане-сербияне не могут, да и не хотят интегрироваться в социум. И живут не по российским законам, а по цыганским обычаям. Один из которых, к слову, запрещает рамалам жить в многоэтажных домах, где женщина, упаси боже, может ходить над головой цыганского мужчины. На жизнь обитатели цыганского поселка зарабатывают, мягко говоря, незаконным образом, мошенничеством, разводом стариков, гаданием и многим другим. Люди, которые здесь живут, налоги не платят. Игнорируют обязанности гражданина, зато его права, в том числе на материнский капитал, а он сейчас немаленький, при рождении первенца 589,5 тысяч и 779 тысяч на второго малыша, готовы вычерпать до донышка большой ложкой. Жители цыганского поселка добровольцами в зону проведения СВО не рвутся. Если у кого-то есть другая информация по поводу мобилизации с улицы Шекспира, пусть нам сообщат, мы об этом расскажем. А что до рейдов силовиков, было бы странно, если бы они не наведывались время от времени. Визовский поселок, живущий по своим понятиям, для поддержания в нем стабильной обстановки.